здравствуйте друзья в этом видео пойдет речь о дедовских способах в уходе и содержании аквариумов сегодня эти методы можно считать неприемлемыми и спорными но несколько десятков лет назад ими пользовались постоянно ведь на полках зоомагазинах не было такого разнообразия аквариумной химии сразу скажу что на эти темы на канале пар есть отдельные более подробные видео ссылки на них вы найдете в описании под этим видео поехали жесткость воды один из важнейших показателей за которым следят аквариумисты это один из качественных характеристик воды которая обуславливается наличием в воде солей кальция и магния в зависимости от живности и растений в аквариуме иногда жесткость приходится понижать а иногда и повышать повысить жесткость воды можно разными способами но как это делалось раньше каким был дедовский способ а делалось это с помощью питьевой соды в дозировке 0,2 0,5 грамм на каждый литр воды или пол чайной ложки на 100 литров чтоб поднять на 1 2 градуса считается что при передозировке проявляются буферные свойства и ph не повысится больше чем на 8 с половиной но поднимать таким образом жесткость воды не стоит по двум причинам первая причина ощлачивание воды таким образом не стабильно и не дает стойкого результата вторая причина возможная передозировка и токсичность которая может привести к гибели рыб и растений раньше широко применялся уксус в аквариумистике так например и рисковый налет белую окантовку легко можно убрать с помощью уксуса честно говоря многие я в том числе до сих пор этим пользуются но это пожалуй самый безобидный способ использования уксуса также с помощью укса можно обрабатывать новые аквариумные растения а некоторые аквариумисты используют уксус в борьбе с черной бородой этот сомнительный способ заключается в следующем растения камни и прочие пораженные предметы достают из аквариума погружают в трехпроцентный раствор уксуса после этого все что обрабатывалось следует сполоснуть в аквариумной воде и можно вернуть обратно в аквариум помните что корневую систему растений в уксус опускать не следует это может пагубно повлиять на растения эту процедуру прекрасно переносит эхинодорусы анубиусы криптокарины и другие растения есть умельцы которые жесткость воды опускают с помощью уксуса и рекомендуют его в просторах интернета но на мой взгляд это слишком опасно и поэтому про данный способ даже рассказывать не буду водка в аквариумистике тоже применяется по крайней мере ее применяли раньше сейчас это вызывает сомнения и бурную реакцию среди аквариумистов но какие бы это чудо водка не вызывало сомнения и успешно применяют в аквариумистике и по сей день с помощью водки понижает уровень нитратов и фосфатов такой способ понижения достаточно опасный но действующий как это делаю я есть отдельное видео на канале пар но делать так как я не нужно и результат может быть плачевный также водку применяют для согрева рыбы в крайних не терпящих отлагательствах несколько десятилетий назад для поддержания нужной температуры воды широко использовались надежные и уже забытые кипятильники можно только догадываться сколько хлопот доставлял аквариум в холодное время года особенно когда отсутствовало отопление в доме сейчас таких умельцев и не встретишь но тем не менее не стоит забывать о том что этот способ применим и возможно однажды он кому-то пригодится еще одна вещь без которой было невозможно представить аквариумистику это камера из под колеса или меча а как вы думали с помощью чего в аквариум подавался воздух конечно способов обогащения аквариума кислородом было много всегда но камеру использовали регулярно и достаточно часто по сути ее можно использовать и сегодня главное не забывать вовремя ее качать чудо средства белизна ее широко использовали в аквариумистике всегда и даже в наши дни без нее не обойтись самый популярный способ очистить камни и пластик в аквариуме быстро и достаточно легко погрузите ведро то что нужно очистить дозировка на каждые 10 литров воды 250 грамм белизны не забудьте тщательно перемешать все это дело пару раз оставьте на 12 часов после чего слейте раствор и залейте чистую воду опять перемешайте грунт или тщательно промойте под проточной водой лично я такую промывку осуществляю 35 раз течение 6 12 часов после чего чистый грунт возвращают обратно в аквариум соль пожалуй влияние соли самый таинственный процесс в аквариумистике одни считают что соль в аквариуме абсолютно не нужна другие напротив обеими руками за применение соли в аквариуме считается что соль помогает бороться с некоторыми паразитами например кости или хиладенелла также бытует мнение что добавление соли в аквариуме помогает очистить жабры от излишков слизи снижает токсичность и еще много других положительных эффектов примерная дозировка соли 1 грамм на 1 литр воды но она может отличаться и в чуть большую и чуть меньшую сторону если вы рискнули добавить соль в аквариуме не стоит насыпать сразу полную дозу начните с малого но пожалуй самое важное о чем нужно сказать не всем рыбкам подходит солоноватая вода поэтому стоит более глубоко изучить этот вопрос также стоит сказать про марганцовку как только и для чего только ее не применяют например от бактериальной мути в аквариуме добавляя раствор таким образом чтоб вода приобрела слегка розоватый цвет но не все рекомендуют так делать некоторые считают что применение марганцовки вообще недопустимо есть аквариумисты которые применяют марганцовку для борьбы с сине зелеными водорослями но опять же не забывайте что все может плачевно обернуться в итоге также раствор марганцовки можно использовать для обработки новых растений или декора марганцовку используют даже для лечения аквариумных рыб но подходить к такому лечению нужно особо аккуратно чтоб не навредить все о чем вы узнали из этого видео смущает но по сей день все это применяют в аквариумистике всегда помните о той опасности которой сказанное выше может привести мне интересно что нестандартное применяете вы своих аквариумах и как вы это делаете напишите об этом и возможно я подготовлю видео в котором будет ваша мысль и ваш способ применения который смущает но применяется в аквариумистике субтитры создавал DimaTorzok